Дарриус А когда ты их пытаешься выгнать или что-то им как-то отказать, они начинают орать, как будто впервые в своей жизни видят компьютер и дома у них такого нет и вообще гадость такая дай детишкам посидеть и так сам сидишь как сыч за компьютером пойди хоть на улицу прогуляйся. И ты скрипя сердцем одеваешь свою куртку и идешь гулять на улицу в надежде что по приходу там останется в живых хотя бы 10% компьютера. Пассивка этой модной, кстати попрошу заметить, со спиннерами на руках демонической чупакабры заключается в следующем. У Дариуса есть шкала ярости, которая поделена на две части. Базовые атаки, а также скиллы, которые использованы без заполненной шкалы ярости будут ее заполнять. И когда хотя бы одна половина шкал ярости заполнится, следующий первый или второй скилл будет усилен, но к этому вернемся попозже. Что, думали все? Нет, не все. Дариус довольно рекурсивный персонаж, поэтому у него в пассивке есть еще одна пассивка. Каждая третья базовая атака Дариуса будет вызывать круговой удар, который будет дамажить на 40% больше и весь дамаг, который он нанесет, он часть от него соответственно себе вернет. Короче, вампиризм. Но важно отметить то, что бонусы к базовой атаке Дариуса не переходят на круговую атаку, то есть он не может критануть и вампиризм дополнительный он от этого не получает. А теперь вы думаете все, но нет не все, потому что каждый круговый удар также будет сокращать кд первого-второго навыка на секунду. А что теперь думаете все? Да, все. Нет, я вас не обманываю. Да, там больше ничего нет. Нет, не по лицу. Первый скилл этого сатанинского чихуахуа вызывает спинерную волну впереди. Да, это приколюха, наносит урон, а также замедляет на 30% на полторы секунды, но да, вы правильно поняли, есть еще кое-что. Если шкала ярости наполовину хотя бы заполнена, то этот скилл будет усилен и его усиление заключается в том, что он будет наносить больше урона, а также будет замедлять на 60%. Второй скилл этого инфернального таракана имеет две фазы. Первая фаза это рывок в выбранном направлении, а вторая фаза заставляет Дариуса прыгнуть прямо на цель. Первая фаза дамажит совсем чуть-чуть, и вторая фаза дамажит так неплохо, плюс срезает броню цели на 50% на 4 секунды. И нет, это не все. Усиленный яростью второй навык будет дамажить еще гораздо больше, а также срезать не 50%, аж целых 75% брони цели на 4 секунды. Ульта этого адского сурка выглядит и действует примерно как первый скилл Леоморда, то бишь с небольшой задержкой дамажит вперед по области. И урона там на самом деле просто огромное количество, учитывая, что он также дамажит в зависимости от потерянных ОЗ цели, а именно 20%. Ну и замедляет на 80% на 1 секунду. Круто. А в эфире у нас прямой корреспондент Трактор с Земель Рассвета. Трактор, ваши комментарии. Красиво. Люблю мобильные люди. You have been slain. Спасибо, Трактор, и мы переходим дальше. Какие эмблемы выбрать? Ну, либо эмблемы убийцы с первым перком, либо эмблемы бойца с вампиризмом от навыков. В принципе, и те, и другие неплохие. Какой навык выбрать? Но я рекомендую брать либо очищение, либо оцепенение, либо вспышку. Оцепенение пользуются чаще всего, вспышкой пользуются топы. В принципе, логично, потому что у ульты огромная задержка, и нужно это как-то компенсировать. Либо резкостью, либо зафиксировать цель в одном положении, чтобы хоть как-то попасть. Не важно. Что покупать? Ну, вот вам три сборочки на выбор. Первая сборка создана, чтобы дамажить от скиллов и быть немного таким вот жирненьким. Да, такой сборкой я пользуюсь чаще всего. Вторая сборка создана, чтобы дамажить с руки. Ну и со скиллов она тоже неплохо дамажит. Жира тут, соответственно, чуть-чуть меньше. Третья сборка – это дамаг немного, да, но больше все же жир. Тут уже зависит от того, как вы играете. То есть от вашего стиля игры, а? Что? Как играть? Одеваем самый хайповый шмот, чтобы быть самым свежим в школе. Приходим на урок, желательно с опозданием. Флексим немножко, а потом домой, иначе букины закончатся. Но по пути домой получаем люлей от местной шпаны. А вы что, думали, в сказку попали? А если просто, то видите свою цель и нажимайте подряд все кнопки. Думаю, не запутаетесь. А теперь о главном, о лайках. Ребят, вы просто молодцы. Я попросил 600, вы набрали 1200. У меня сейчас рекорд на канале полторы тысячи примерно лайков. Давайте его побьем, очень вас прошу. Я, конечно, приступлю к созданию на тысячу лайков и больше, скорее всего, повышать не буду. Но все же, соответственно, вы меня очень сильно обрадовали. Не забывайте голосовать в правом верхнем углу за следующего героя для гайда. А с вами был Трекст Рино и всем пока!